Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Ну что, друзья, когда за окном дождь, то и настроение так себе. А аниматоры типа Соловьёва уже не вызывают никаких эмоций, кроме желания зевнуть. Мы сейчас один раз бровь поднимем. Кто не спрятался, я не виноват. Дороже ты не стоишь, кусок говна дешёвый. Мы выпиваем кружку бодрящего кофе и отправляемся в секретные места, где угарный контент есть всегда. Ведь давно доказано, что хуже российской пропаганды может быть только пропаганда новоросская. Россия – ведущая ядерная держава, обладающая неуязвимым пока киперзвуком. Время хамских выходок гегемона закончилось. Нужно включать мозги, иначе, как известно, мы в рай, а они просто сдохнут. Только там взрослые мужики, не стесняясь, насилуют столы. Ну что, укропы, допрыгались? Сядете все. Только там многократно судимые черноротые хабалки корчат из себя экспертов в геополитике. ООН не просто крышует, ООН согласовывает все обстрелы, ООН согласовывает Украине, разрешает применение лепестков и другого запрещенного оружия. Лига наций сдохла вместе с фашизмом. Не считаешь ли ты, что ООН должно сдохнуть вместе? Наконец, именно на Новоросс ТВ собраны самые мастеровитые лизуны со всего мира. Давай, пижмак, расскажи, как там встреча Путина и Сидзипина прошла. Главной политической новостью десятилетия стал государственный визит в Москву председателя Китайской Народной Республики. Фактически, миру явлен даже не столько новый геостратегический союз, сколько глобальный план действий по развитию человечества на десятилетия вперед. Тут мы, признаться, уже не выдержали и рассмеялись. Встреча десятилетия? Серьезно? Давай уже, к чему стеснение? По самые гланды лизни. Мол, встреча века? Не иначе. При этом они сами признают, что ни одного серьезного решения по итогам переговоров Путина и Си не было озвучено. Но никакой зарады нет. Это все исключительно для того, чтобы американцев запутать. Да, обошлось без громких политических деклараций. Они, собственно, в современном мире уже не нужны. Дан старт сложной и серьезной работе по сопряжению двух экономик в один механизм. Понимаете теперь уровень аналитики? Хотя с этими додиками все было понятно еще после трагедии в Днепре. Ведь тогда, несмотря на сотни видео с ракетой Х-22, на канале Луганск-24 поведали миру страшную сенсацию. Оказывается, никакой ракеты не было. Просто британские спецслужбы подорвали в доме газ. Ну и чтобы невинную Россиюшку обвинить. Скандал со взрывом дома в Днепропетровске, который киевские власти и их западные кукловоды сразу же попытались выставить за российский направленный удар. Но файлы не сходились. Само место трагедии откровенно выглядело как такое же, но после взрыва бытового газа. Подъезд панельки сложился как карточный домик. Кстати, британские спецслужбы такое умеют. Но есть у Новороссов еще одна любимая тема. Выдавать свои обстрелы за украинские, переворачивая все с ног на голову. Включаешь, например, телевизор, а там какие-то жалкие байки о том, как украинская армия воюет с мирными жителями. Главная цель – уничтожение всего русского. По Луганской республике с 16 по 22 год украинцы открывали огонь порядка трех тысяч раз. И перекрывается это все кадрами, где якобы украинский танк расстреливает жилой дом. Борьба с фашизмом, начатая предками, продолжается. С фашизмом в лице киевской власти и коллективного Запада. Слушайте, друзья, давайте-ка найдем оригинал этого видео. Тратим 20 секунд и опача. Оказывается, дело-то было в Мариуполе. И танк не украинский, а российский, что легко доказать. Работа танкового экипажа в Мариуполе. То есть эти упыри берут свои зашквары и просто говорят на черное-белое. А еще у этих шизиков поворачивается язык обвинять Украину в фашизме из-за внимания беспилотников, работающих по территории России. Хафлы, укрфашисты, как бы их там называть, негодяи, подлецы, твари. То, что сегодня произошло с этим беспилотником, он долетел практически до Московской области. То есть, понимаете, что получается? Как бомбить Украину геранями, так это сам Бог велел. Но стоит прилететь от ветки, как начинается лютая истерика. Мол, а масс-то за что? Представляете, что сколько он беды мог натворить, упасть, допустим, в районе школы, в районе магазина. Давлю ему на себя на пол. Это горе и беда для многих людей. Это же касается и ракетных ударов. Вы бы видели, какой визг поднялся после филигранных по точности уничтожений баз российской армии в Донецке? Сейчас вот вам пропагандистка местная сенсацию расскажет. Если раньше украинцам мешали журналисты и военные, сейчас украинцам мешают дети, школьники. С самого утра в городе Мелитополь, Запорожьей области, было выпущено шесть хаймерсов по техническому колледжу. Параллельно с обстрелом в Мелитополе произошел обстрел в Донецке по школе и детскому саду. Да ты что? Прям в школу и в детский сад? Ну, это всем фашизмом фашизм, конечно. Ну, а сейчас мы вам кадры из того самого детского сада покажем, что сразу бросается в глаза. Лично нам мешки с песком на окнах. Это на случай, если дети отстреливаться от бандеровцев будут, да? Или как? Да... Прям-таки нехорошо. Но поехали дальше. Криворукие пропагандисты, явно не желая того, засветили на территории типа детского сада военные машины. Вон, красивая стоит, всем ручкой машет. Да и погибшие в ходе ракетного удара мало напоминали детей или педагогов. Или вы хотите сказать, что вот это воспитательница в Берцах? Как говорится, раз, два, три, и пропагандисты начинают обтекать. И хватает же совести даже в таких историях детьми спекулировать. Если раньше украинацистам мешали журналисты и военные, сейчас украинацистам мешают дети, школьники. Да Соловьев со Скобеевой просто карасики невинные на фоне альтернативно одаренных новоросских титанов. У последних что ни эфир, то перл на перле. Чудаки явно курят что-то тяжелое. Ведь чем еще объяснить, например, больные фантазии и обещания скоро захватить всю Левобережную Украину и Одессу? Это будет недолго. Вот недолго. До первых наших серьезных успехов. Вот сейчас Россия... Я в этом просто уверен. Просто в этом уверен. И Одессу, и все. Божечки, о чем вы, убогие? Какая Одесса? Да вы Марьинку в километре от Донецка 9 лет не можете взять. От штурмов в стиле маршала Жукова кладбище в России растут такими темпами, что даже местные уже ноют на камеру. Очень большое кладбище. Свежие все погибли. Нет конца и края. И обратите внимание, дамочка честно говорит, что на нем захоронены погибшие всего за два месяца. И только из одного региона. В горячем ключе Краснодарского края просто не сосчитать. И все погибли. 22-го года, конец, 23-го начала. А январь, февраль, март. Даже марта, может быть, и нету. То есть, насколько же нужно быть отбитыми, чтобы с такими водными хорохориться и свой черный рот открывать, мечтая о захвате западных областей Украины? Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите территории Российской Федерации. И быть готовыми, если нужно, дойти и до Киева, и до Львова. Но истребить эту заразу под названием фашизм. С другой стороны, возможно, мы много выходим от новоросских пропагандистов. У них же единственный шанс жить и кушать в нынешней ситуации – это пытаться перелезать изощренных российских лизунов. Да о чем говорить, если тот же Пушилин, если кто забыл, в свое время на границе Донецкой области, да за два дня выходил. Денис Пушилин до выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. А публика попроще слушала его и думала, ну если МММщик не стесняется так позориться, то чем мы хуже? В итоге сейчас новоросские, прости господи, СМИ – это просто кладезь маразмов, злобы. От Украины точно ничего не останется, но кто говорит, что цель Вашингтона и Лондона – это сохранение Украины? Из-за своей работы мне приходилось смотреть телевидение так называемого Львова, этого города, который почему-то еще находился в составе так называемой Украины. И вот там меня поражают вещи, прямо по прямому филе они говорят такую фразу. Кончайте уже Донецк, стирайте уже, там цена-то земля, Кацапов не нужна, а у нас здесь будет все красота. Ну и, конечно же, максимально убогих фейков. Причем реально настолько убогих, что все распятые мальчики при их виде начинают рыдать прямо в трусики. Ты мразота правого дорожного руха знаешь? Мразота документы свои давай. Это, кстати, свежий и весьма показательный пример. Новоросфильм имени Дани Бессонова. Видимо, было мало унижений после разоблачения постановки в Зуевском ландшафтном парке. Мы сегодня уже столкнулись один раз с талибами. Ну, со смекалкой нам повезло. Сказали, что русские, это прокатило. И после недавнего провала с якобы сожжением Корана. Ой, Коран, турбальская книга. Рви ее, суку, будем ополыть ею. У нас вообще возникает скромное мнение, что при Министерстве информации ДНР работают мазохисты. Только чур не путается с тропанистами. Ну, чтоб Бердычевский лишний раз не возбуждался. Ну, был опыт, они так троллят. Короче, на этот раз кино Вино и Домино были про злых карателей, которые чуть ли не расстреляли женщину с ребенком за обгон военной машины. Ты колонну бачила? Ты, людей моих, бачила технику? Хлопся моего, якого ты ледве не сбила? Еще раз я побачу тебя на этой дороге. Еще раз, сволота. Ты будешь наружу? Слухай меня, б***я. Что вы делаете? Что вы делаете? У меня ребенок маленький в машине, что вы себе позволяете? Ну, и, конечно, без прокачки давно заезжего темника убивают за русский язык тоже не обошлось. По-перше, разговляйте мной о державной мове, свинья. Лечите, пожалуйста. Свинья, свиньячую мову, все нормально разговаривайте. Даже без детального разбора смотрелась эта постановка максимально жалко. И если бы в России этот фейк не понесли даже на уровне МИД... Ванс и наци, олвес и наци. Да мы, скорее всего, бы даже не напрягались с его разоблачением. Но в Россиюшке писали такие пафосные текстики, так грозно трясли кулачком, что в данном случае макнуть их сам Бог велел. Самое символичное, что в видео на машине украинских фашистов крест, как у немцев во времена Великой Отечественной войны. Кому-то еще жалко украинских солдатиков, которые просто защищают свою родину. И начинать можно с самого простого. С локации, где снималось сие действо. Казалось бы, определить ее в таком неприметном месте крайне сложно. Но пропагандисты от небольшого ума засветили на видео две высоковольтные линии электропередач. Что вместе с дорожной развязкой четко дало понять, что снимали кино на окраине Макеевки. Это со временем признали даже российские СМИ. Место съемки видео женщины с ребенком. Внезапно под Донецком. Поворот с окружной на стрельбище народной милиции ДНР. Дальше больше. Машина, якобы принадлежавшая ВСУ, имела ряд прибамбасов, которые выпускаются только в России. В Украину никогда не ввозились. На видео обычный зеленый омарок. Но на нем установлен кунг российского производителя, который никогда от слова совсем не поставлялся в Украину. Так спалиться надо еще уметь. То есть упоротыши потратили время и силы, а в итоге сели в лужу. Причем сделали это так позорно, что возмущаться стали даже свои. Вот что пишет насчет видео с якобы расстрелом мамы с ребенком эксперт по волынской резне по имени Олег. То, что касается того видео, которое все опубликовали, мне оно изначально показалось подозрительным. Но писать, что оно подозрительное, это работать на врага. А это уже популярный околовоенный российский канал записки ветерана. Видеофейк. Наши криво упражняются. Проведение подобных информационных операций. Нашим еще учиться и учиться. То есть фейкометы дошли до той чудесной стадии, когда им не верят уже даже свои. А потому лично мы прям двумя руками за новые шедевры от «Новоросфильма». Ну уже, ребятки, даешь по два фильма в неделю о зверствах укров. Ведь согласитесь, это круто, когда российский бюджет уходит на абсолютно бесполезные страшилки, а не на оружие. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!